так народ всем привет сегодня у нас 30 мая понедельник и в этот понедельник мне есть вам что показать пойдем значит вот слева у нас бузеры стоят а справа у нас стоит мг рейс производство нашего от москве ребята делают ценник смотрите сами 1750 за штуку соответственно такой же бузер только с перфорацией внутри стоит уже 2600 рублей а разница по большому счету как ребята говорят ни чему папа плотнее материал идет ну смотрите сами поаккуратнее много чего и сделано то есть если здесь смотреть симпатичны здесь не так мы по большому счету мы это видеть даже не будем потому что мы спилим и вот будет часть машину но часть насадки быть видно вот так вот все то есть вот эти даже вот так вот эти вещи видно не будет соответственно разница на 1000 рублей дешевле я естественно буду брать сил ты потому что изначально их хотел поэтому вот сейчас 2 берем пожалуйста ходить парни вот магазин здесь все насадки есть сам него пришел по рекомендации кто-то с группы с наш порекомендовал группа нашего писания поэтому заходите смотрите моя форме понятное дело что в этом выпуске как и договорились и по описанию вы поняли что дело сейчас под про насадки вчера было воскресенье я съездил на рынок только поехали на южный порт а в кунцево ссылку на рынок просто чисто вот название рынка чтобы если кому интересно будет где что пожалуйста в описании напишу у кого покупал тоже в описании напишу но отмечу что на рынке очень много палаток которые занимаются нечто подобным продают различные насадки выхлопные системы полностью переделать ну ладно об этом не будем про это углубляться что у нас есть пацаны что у нас есть а вот что у нас есть значит вот они они вот они не мои дорогие насадочки сейчас мы попробуем на прикинуть сейчас мы поедем наваривать час мы это все детальней заснимем пожалуйста 102 миллиметра без перфорации русского производства мг рейс пожалуйста цена 1750 рублей приехал начал рассказывать мне по полтинничку если не ошибаюсь или даже побольше не по полтинничку сделали скидочку то есть 100 рублей нормально чисто скидка так вот одна вот 2 парню отмечу по качеству конечно здесь найти есть от шов его прям видно то есть варка точнее варщик то варил это дело видно парень очень спешил вот потому что на тех же самых обузерах которые не нашего производства там швы более качественные скажем так но все равно они тоже есть специально не стал брать ни с какой перфорации потому что все это нагар все равно это будет грязь то есть вон там все это есть ну посчитал это не нужно и видел от человек присылал мне вот пожалуйста они круглые и с легким скосом по габаритам смотрите вот меряем 100 ну сотая а родная у нас идет 75 миллиметров вот а значит все те кто говорят то что на скотч на овальные пацаны овальную не стал брать реально вот парни то писал говорят типа посмотри просто на ки оптим на новую там у них лет овально ну и реально посмотрел как тот когда стоит овально ну почему-то мне не так понравилось и почему то есть на мой взгляд именно на мой взгляд что закол что ли подки оптимы жопы становится более приплюснуты с овальными вот специально взял круглый потому что смотрите сами но родные круглые же идут не овальные никакие там эллипсные то есть вот круглые пожалуйста все поэтому я беру круглый и сотый диаметр без проблем станет а здесь ничего не нужно будет подтачивать и так далее потому что я читал слышал что некоторые там просто двадцатый уже не очень хорошо встают даже те же самые овальные местами что-то нужно там доделывать подпиливать так далее здесь проблем не будет касаемо самого покрытия дают гарантию мол это нержавеющая сталь обработанная и после длительного использования скажем так ничего не должно полезть потому что при у меня просто были тоже снизовеющей стали номера на рамках на трамки номерные под номера со временем все равно лезут то есть он со временем года через три то есть но если три года не проживут вообще вопросов никаких не сейчас мы все это убираем багажник и отправляемся в наше замечательное тюнинг-отеле элитное просто самое дорогое самое крутое в мире названием гараж гараж друзей поэтому сейчас мы там это все поднимем на подъемничка это засниму просто срежем в общем поехали сейчас сами все увидите так народ информация следующая в общем я на месте батыр на месте наш сварщик но я люблю их называть варщиками вот сейчас он машину выгоняет я загоняю ну и мы сейчас все будем снимать сейчас с батыром познакомитесь я думаю сейчас будет интересно батырчик наш принцип какой мы сейчас вот эту часть просто откручиваем снимаем на земле вот это все срезаем но мы разметку сейчас сделаем и все на варе мы ставим обратно то есть до того что нажимаем нет хомута нет ничего нет то есть ты ее одеваешь и завариваешь вот и все то есть вместо хомута мы заварим и вот здесь срезаем по плану нас надеваем да и заварим то есть она дальше на не уйдет мне дальше туда и все это она будет на таком же уровне у меня задача какая задача такая чтобы просто выхлоп вот эта банка сама сидела на том же самый уровень что они вглубь я не ушла не на вылет сейчас в дело поет макита ну чё все-таки задорезает вот мы их срезали вот и нештатные вот они нештатные с этими лошадиных сил 150 с этими 165 будет я шучу конечно наверняка кто-то скажет сейчас уже ну вот все сейчас будем короче наваривать ходит выходит я зашкурую вторую одеваем и завариваем за что мы сейчас делаем вот мы срезали поставили их на одном уровне то есть также как вот штатные были все пожалуйста и сейчас центруем их чтобы вот они же скошены у нас чтобы одинаково была одна и вторая то есть когда мы посадим обратно чтобы они повторяли друг друга ворот у нас по уровню сделаны соответственно сейчас у нас все вроде как ровно мы отцентровали ну сейчас он их начнет варить вот на так сами смотрите лево право одинаково если какие-то искажения есть подчеркиваю камера еще может искажать а так вроде заебись ну все банки стоят на месте все легло все села я принцип простой обратно поднимаем одеваемся закрепляем и пожалуйста можно ехать ну все нормально да посмотреть сами то ровно вроде ну ты же видишь ровно но я вижу одни глаза хорошо шесть глаз еще лучше почему одни глаза нужны нормально ну да 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 я свою простая не селевского но тут опять же резинка но я думаю плюс минус там пару миллиметров это не так страшно все нормально ну все давай так ну сейчас короче отправляемся на мойку машину сбрызнем и посмотрим как это все дело будет выглядеть страны так господа теперь вы можете своим экспертным мнением сделать тонкий анализ и написать свое мнение в комментариях что же у нас получилось сейчас вот я снимаю на камеру зеркальную и статичном и забрать в статичном положении то есть камера не шевелится чтоб картинка была четко нет никакого искажения вот такого ракурса мы посмотрим вот отсюда глянем на мой взгляд получилось круто как вам на мой взгляд мазда изначально должна была все автомобили оснащать именно такими насадками не больше не не меньшими вот сотка для нее идеально но это лично мое мнение если вы считаете иначе или же вы думаете что все же нужно было ставить овально или еще что в общем любое сомнение как вы думаете считаете пишите обязательно в комментариях буду смотреть изучать ну а так на мой взгляд получилось очень даже ничего народ ну собственно вот таким у нас получился вот этот видеоролик прошу вас строго не судить если я где-то оговорился или что-то сказал неправильно или вы как-то неправильно оценили мою шутку и не поняли и пишите в комментариях будем общаться там значит парни в следующем ролике что планирую снять посчитаю сколько за год потратил денег на владение mazda и 6 просто в первый год я посчитаю сколько ушло денег на зимнюю резину сколько ушло денег за стоянку я плачу сколько ушло денег на бензин на мойку машины в общем все расходы которые шли на автомобиль течение года я их подведу эту идею мне подсказал один из активных участников канал за что им огромное спасибо если у вас тоже есть какие-то идеи что можно было бы снять что реально было бы интересно конечно пишите все комментарии читаю всем стараюсь отвечать поэтому пишите обязательно если у вас есть свежие идеи и вы что-то хотите увидеть значит также в планах обязательно буду искать сейчас ряд автомобилей которые в принципе можно было бы сравнить с mazda 6 либо это автомобили конкуренты либо это будут автомобили которые сейчас находятся в ценовом диапазоне то есть от миллион двухсот до миллион восьмиста тысяч рублей вот в этом диапазоне который можно купить и это не какие-нибудь старые там дорогие на марки но очень старые которые уже разваливаются которые содержать не каждый сможет соответственно подписывайтесь на канал будем стараться что-то придумывать создавать для вас качественный контент пишите ваши комментарии пишите ваше предложение всем спасибо кто поддерживает и всем спасибо кто конструктивно критикуют всем пока